МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Придется платить за квартиру 33 квадратных метра, если в ней проживают трое. Тарифы на коммуналку увеличатся на 7,2%. Этот рост складывается из 4-процентной ежегодной индексации квартплаты плюс увеличенный шаг роста для тарифов на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление. Одно из оснований для повышения платежей выше уровня инфляции – инвестиционная программа теплосетевой компании «Сарова». Повышение данного тарифа, предельного, до 7,2, также дает возможность запуску программы обеспечения рефиации нефть по замене труб, которые обеспечивают тепло, которые у нас с 1963 года до сих пор еще установлены и полный капитальный ремонт не проводился. Второе обоснование повышения тарифа на шаг, превышающий индекс по Нижегородской области – проект концессии Горводоканала, который депутаты прошлого созыва обсуждали более полутора лет. Новички в этом обсуждении не участвовали, но им тоже придется брать ответственность за принятое решение. Когда я сейчас смотрю внимательно условия консессионного соглашения, я понимаю, что в нем недостаточно сбалансированы интересы города, интересы жителей и интересы концессионера. Но есть дана другая чаша весов, на которой находятся действительно те проблемы, которые мы сегодня имеем с сетями. Действия консессионера после заключения консессионного соглашения попадут под строгий контроль. Участник не сможет на свое усмотрение перекраивать тарифную сетку или объем выполняемых работ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Будет создана комиссия, которая должна со стороны экономической группы, со стороны производственников, должна контролировать выполнение объемов заявленных консессионеров. И также, второе, что это возможность расторгнуть условия консессионного соглашения в случае неполного выполнения условий, предусмотренных консессионного соглашения. Депутаты большинством голосов поддержали обращение к губернатору о повышении коммунальных тарифов на 7,2%, но при этом предложили расширить состав комиссии контролирующие консессионеры и включить в нее, например, представителей общественных организаций и СМИ. По мнению народных избранников, это поможет сделать выполнение консессионных обязательств максимально прозрачным и понятным для горожан. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Более 7 килограммов наркотических средств изъяли саровские полицейские из незаконного оборота. Для сравнения, в прошлом году сотрудники полиции обнаружили менее 1 килограмма. Начальник УВД на пресс-конференции подвел промежуточные итоги оперативно-розыскной деятельности. Так, по линии незаконного оборота наркотиков, количество правонарушений снизилось на 21%. Со 167 до 131. Здесь есть объективные факторы, которые связаны с проведением мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. Соответственно, весну, начало лета граждане находились дома. Было минимизированное нахождение на улицах беспричинно. Всего за 9 месяцев в Сарове зарегистрировано 418 случаев нарушения закона. Это меньше, чем за этот же период прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 12,5%. Одна из причин – правоохранители выявляли много коррупционных схем, которые относятся к этой категории. Красть тоже стали больше. В числе прочего были угнаны 20 велосипедов. В настоящее время в производстве уголовное дело есть по краже велосипедов в отношении двух лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности. 12 велосипедов они похитили, два человека. Вот из них мы выявили 4 факта совершения преступления в 2018 году. 48 раз зафиксировали кражи из магазинов. 23 уголовных дела возбуждено по факту незаконного списывания денег с банковских карт. Остаются нераскрытыми 49 краж. Из них 3 кражи из квартир, 10 краж с банковских карт, 11 велосипедов, 5 краж с гаражей, 7 краж сотовых телефонов, 2 кражи транспортных средств, 38 фактов мошенничества. Стравчане продолжают попадаться в ловко расставленные сети любителей семиминутного обогащения. При этом общее количество зарегистрированных случаев мошенничества уменьшилось на 24,4%. Почти настолько же сократилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Всего их произошло 54. Было ранено 66 человек. В том году было 79. Снижение на 17%. Но, к сожалению, у нас зарегистрировано 2 ДТП. В том году было также 2. В которых, к сожалению, 3 человека погибло. В том году было погибших у нас 2. Всего полицейские раскрыли 271 преступлений. Это почти на 1% больше, чем в прошлом году. Полную запись пресс-конференции руководителя Саровского УВД и начальника отдела ГИБДД смотрите в рубрике «Без комментариев» на телеканале Саров-24 и на нашем канале в Ютьюбе. Елена Грыскова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Вот уже на протяжении многих месяцев Галина Кудрявцева и её коллеги работают с 8 утра и до полуночи, практически без выходных. Они – сотрудники клиникодиагностической лаборатории КБ-50. Именно им участковые и врачи скорой помощи приносят биоматериалы, чтобы узнать точный диагноз – заразился ли человек коронавирусной инфекцией. За день через руки специалистов проходит более 500 мазков на COVID-19. Здесь есть аппараты, которые распознают вирус на любой стадии. «Если даже вирус попал в одну клетку и организм сумел с ним справиться, вот найти эту частицу здесь мы сможем. Но, возможно, человек, вот это бессимптомное носительство, так называемое, доза была слабая, то есть инфицирующая, немассированная. И организм заразился, так скажем, одна-две клетки, организм справился с этим, просто тихо, спокойно. Вот что будет при повторном заражении, тут не факт, что действительно не сможет заразиться, потому что, возможно, организм не наработал того ответа, какой надо». Раньше в лаборатории проводилось около 10 тысяч анализов в год, но пандемия диктует свои правила. Только за сентябрь здесь провели более 7 тысяч исследований. За один раз поставить в обработку можно 46 анализов. Результаты получат через 6 часов. За смену удается сделать около 4-5 таких постановок. Лаборант упакован в защитный комбинезон с головы до ног. Он единственный, кто может находиться в боксе. Перед началом работы все инструменты и поверхности протираются спиртовой салфеткой. Каждая пробирка и наконечник берутся исключительно при помощи пинцета. Чтобы выявить коронавирус, специалистам необходимо воссоздать в лабораторных условиях процессы, которые происходят внутри клетки человека. «Берется набор ферментов, полимераза, цепная реакция, вот эта самая полимераза. Значит, берутся РНК и происходит такая вещь, как воспроизведение специфического участка ДНК, который характерен только этому вирусу». После полученный результат отправляется в соседний бокс. Следующий этап распознавания вируса проводится с помощью специального оборудования. «Вот это просто ламинарный бокс, в нем мы берем реагенты, садимся сюда и раскапываем все. А вот этот прекрасный аппарат – это амплификатор, где происходит многократное копирование ДНК». Дальше на экране появляются кривые, которые понятны только сотрудникам лаборатории, и теперь им предстоит проверить полученные результаты. «Мы должны, мало того, что программа пишет, что положительно, что отрицательно, что прошло, что не прошло, мы еще должны сами здесь это все оценить, отсмотреть, заполнить все таблицы, отправить». Полученные результаты отправляются в Центры гигиены и эпидемиологии в отдел профилактики инфекционных заболеваний. Здесь работает всего шесть человек, но они выполняют одну из важнейших задач – отслеживают контакты заболевших COVID-19. «Всех лиц, которые выявлены с положительными результатами, мы на бумажном носителе регистрируем. Что это значит? Мы регистрируем в журналах, мы регистрируем по месту проживания, детских садов и школы по месту посещения. Зарегистрировав, выписываем каждое эпидемиологическое расследование каждого ЧГА в случае коронавирусной инфекции. «Выписав это, мы узнаем телефоны, если их нет в направлении, мы узнаем телефоны и должны вызванивать каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы выявить контактных, находящихся в ЧГА с больным коронавирусной инфекцией, узнать данные, кто проживает в данном адресе, чтобы снять их на карантин». Такая работа – один из наиболее эффективных методов остановки распространения пандемии, но, к сожалению, не все жители города понимают это. «Кто-то, когда берет телефон и бросает трубки. Когда мы начинаем вызванивать по телефону, не все адекватно реагируют на наши вопросы. С чем это связано, непонятно. Мы каждый раз, когда дозвонимся по телефону, представляемся, откуда мы, кто мы. Мы узнаем эти данные не ради собственного интереса, а для того, чтобы снять контакт на карантин. Чтобы они у нас не были источниками, в последующем, для окружающих, по заболеванию коронавирусными инфекциями». Сейчас все врачи, независимо от специализации, работают, не покладая рук. В условиях пандемии нагрузка на них с каждым днем только возрастает. Но помочь им может каждый из нас, просто надев маску и соблюдая социальную дистанцию. В Мадриде введен режим чрезвычайного положения. Центральное правительство добилось этого через суд, так как во время осеннего подъема заболеваний власти Испании передали контроль над ситуацией в автономиях местным чиновникам. В Мадриде ввели двухнедельную самоизоляцию. Ограничение уже лишили тысячи людей заработка, и они вынуждены обращаться за помощью к ассоциациям соседей. Эти неправительственные организации занимаются раздачей еды. Здесь самоизоляция – это просто полный запрет выхода на улицу. То есть можно выгулять собаку, можно сходить в банк, можно сходить в больницу, разумеется, и в продуктовый магазин. Все, больше никуда. То есть все предприятия остановлены, ничего не работает. Что касается ответственности испанцев по соблюдению ограничительных мер, то не все относятся к ним серьезно. Хотя улицы городов заметно опустили. Старшее поколение опасается за свое здоровье, соблюдает социальную дистанцию и дезинфицирует руки. На улицах не так много их встретишь, просто в силу того, что они боятся выходить, чтобы не заразиться, сидят дома. То есть отношение такое ответственное. Что нельзя сказать о молодежи? Молодежи плевать на все. То есть они, несмотря на запрет власти, собираются по ночам, распивают спиртное. За соблюдением защитных мер строго следят. В Испании из-за роста числа заболевших коронавирусом на 15 дней закрыли бары, кафе и рестораны. Работать они будут на вынос, как это было во время весенних ограничений. Штраф за отсутствие маски в среднем 100 евро. Но первый раз, как правило, не штрафуют, а предупреждают. Но если ты попадешь на второй раз, то уже пощады, что называется, не будет. 100 евро. Если ты, несмотря на то, что тебе сделали замечание, ты не одел маску, то есть ты категорически отказываешься одевать ее, это уже рассматривается как сопротивление властям. И там штраф, по-моему, от 300 евро и выше. В Испании, по последним данным, зафиксировано более миллиона случаев заражения COVID-19. В рейтинге стран она находится на пятом месте. Скончались около 34 тысяч человек. Полностью выздоровели 150 тысяч испанцев. Елена Грицкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Полностью открыть ворота на дачном участке Нина Михайловна не может. В конце лета в садоводческом товариществе обновили и проложили коммуникации так, что труба стала препятствием на выходе из дома. Пенсионерка уже обращалась в рубрику «Городской дозор», чтобы достучаться до председателя. Валентин Шестаков пообещал, что скоро проблему пенсионерки решит. Спустя месяц после выхода нашего сюжета трубу в одном месте перепаяли, а в другом оставили, как было. «Калитку, правда, сделал. Питающий сказал, вам что, вода нужна или хороший доступ в ногород? Я говорю, мне и то, и другое надо. Я что должна выбирать-то? За воду платим, за землю платим, за всё платим. Чьего содержим на наши взносы-то? Каждый год взносы растут, а к нему не обращайся». По словам пенсионерки, для того, чтобы ворота снова открывались полностью, достаточно закопать трубу. Она просядет и не будет мешать. Жительница несколько раз связывалась с председателем. Валентин Шестаков предложил Нине Михайловне устранить проблему самостоятельно. «А вы что, не закопали её? Я говорю, а кто должен копать-то? Ну, вы, муж? Я говорю, а у меня мужа нету. Ну, и что ж, к вам кто-то ходит на огород? Вот пусть копают. Ну, что это за ответ? Это какой-то, я считаю, это хамство какое-то». Получить комментарий от Валентина Шестакова нам не удалось. Если председатель так и не примет меры, пенсионерка планирует обращаться в суд. Предысторию проблемы с трубой можно посмотреть в сюжете «Конфликт в красной звезде» на нашем канале в Ютьюбе. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Водители автобусов ежедневно выполняют манёвры для того, чтобы выехать и заехать на базу. Для них настоящий квест – не задеть другие машины. Автостанция превратилась в парковку для жителей города, куда регулярно заезжают десятки легковушек. «Заполонил личный транспорт сотрудников НИЭФ. Им удобнее. Нет места для парковки. Служба для них. И ближайшее место – вот наша территория автостанции, на которой стоят городские автобусы. Создают помехи при выезде с автостанции, при заезде на автостанцию, при подъезде к посадочной территории». Знаки, запрещающие въезд на автостанцию, посторонние игнорируют. Для них она стала своеобразной платной парковкой. Инспекторы ГИБДД периодически штрафуют нарушителей. Но им всё равно. Парковка, предусмотренная для сотрудников ядерного центра, переполнена. Поэтому, вопреки правилам, им приходится оставлять свои машины на чужой территории. «Это территория автостанции. Здесь кроме автобусов. Ну и максимум автомобилей сотрудников. Никого не должно быть». По словам начальника ГИБДД, решить проблему можно лишь совместными усилиями. Круглосуточно дежурить на автостанции и штрафовать каждого инспекторы не могут. «Задачу нужно решать в комплексе, и в том числе, и, может быть, средствами технического регулирования каким-то образом. И собственник автомобильных дорог в собственной территории должен, в соответствии с Центральным законом о безопасности дорожного движения, сам организовать дорожные движения на своей территории». Решение проблемы автоинспекторы видят в установке шлагбаума. Если руководство Горавтотранса это сделает, въехать на территорию посторонние не смогут. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Утечка радиационных отходов, взрыв в Ухте, цистерны в находке, выброс нефтепродуктов на Камчатке. Промышленные аварии, которые привели к экологическим катастрофам. И это только за последние месяцы. Как результат воздух, которым сложно дышать, вода, в которой гибнет всё живое, земля, на которой ничего не растёт. Отходы предприятий – проблема, которая угрожает всему человечеству. И она не локальна. У воздуха нет территориальных границ. Заводские выбросы в реки, моря и океаны попадают по всему миру. Отказаться от производства человечество не может, но прийти к осознанному употреблению под силу каждому. Можно начать с малого. Отказаться от пакетов и использовать эко-сумку, когда отправляетесь за покупками. Отказаться от пластиковых и псевдобумажных стаканчиков. И использовать термокружку под горячие и холодные напитки. Можно пойти дальше и отказаться от индивидуальной упаковки во всём. Покупки в магазинах, конечно, могут стать тогда проблемой. Зато на рынках продавцы охотно идут навстречу. На хороших современных рынках можно купить без упаковки вообще всё. Даже яйца продаются без упаковки. Поэтому можно прийти со своей многоразовой ячейкой. Простые привычки, которые помогут экологии. Правильно сортировать и утилизировать отходы. Сократить потребление пластика в быту и промышленности. Выключать электроприборы из розеток, свет и воду, когда они не нужны. Нам надо серьёзно задуматься о своём употреблении. Если вы покупаете игрушки и одежду и выкидываете их в хорошем состоянии, задумайтесь, как это отдать на благотворительность. Мода по степени загрязнения планеты – это второй фактор после нефтедобычи и нефтепереработки. Мы привыкли покупать дешёвые вещи, мы привыкли легко их выкидывать. Поэтому здесь можно сдвигаться в сторону того, чтобы покупать более качественно и, может быть, поменьше. Специалисты справедливо отмечают – простые шаги к разумному употреблению и экокультуре нужны не для того, чтобы спасти планету. Она существовала до нас, будет существовать и после. Но то, на какой планете будут жить наши дети, внуки и правнуки, зависит от нас. В мире появляется всё больше движений и организаций по охране окружающей среды. Они проводят лекции и встречи с подрастающим поколением. Устраивают акции по сбору и сортировке мусора. Предлагают крупным компаниям альтернативные методы производства. Активисты делают упор на экообразование. Они убеждены – только понимание масштабов проблемы может подтолкнуть людей к жизни в согласии с природой. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Благоустройство набережной на берегу реки Сатис от Маслихинского моста на севере до моста на улице строителя Захарова на юге продолжается. Как мы видим, на объекте неспешно ведутся работы. Проект, на который выделили больше 29 миллионов рублей, смоленская компания «Причал» должна воплотить в жизнь до 12 ноября. Ее сотрудники начали работу еще в конце июня. Только осенью на территории появились каркасы лестниц на спуске и асфальтированные дорожки. Строительство идет с отставанием. Сейчас здесь работает субподрядчик. До конца этой недели специалисты планируют проложить кабели для электричества, видеонаблюдение и систему оповещения, а также установить фонарные столбы. В дизайн-проекте есть современные площадки для выгула собак, детские и спортивные зоны, арт-объекты. Как будет в действительности, пока вопрос открытый. В социальных сетях под постами о ходе благоустройства соровчане комментируют проект с долей сарказма. Простите, а проект увидеть можно? Да просто один в один, и проект очень подробный. Слов нет, одни эмоции. Пандусы? Не, не слышали. Что-то мало и без подробностей. За дополнительной информацией о ходе работ мы обратились в администрацию. Но поделиться подробностями о строительстве чиновники не готовы. Набережную благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территорию определяли голосованием сами соровчане. Увидят ли они то, что хотели на месте заросшего берега, узнаем меньше, чем через месяц. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Небо закрыли серые низкие тучи, которые не дают пробиться солнечным лучам. Занудные осенние дожди вкупе с порывистым ветром не добавляют позитива, а наоборот снижают желание что-либо делать. В этом году официальный сезон меланхолии усложнился ситуацией в мире. Пандемия, стресс, нарастающий уровень тревоги. Как не замкнуться в себе и даже найти вдохновение. Как гласит народная мудрость, не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Универсального совета, как избавиться от осенних хандры, не существует. Специалисты убеждены, что человек может проанализировать свой образ жизни, понять, где произошел сбой и внести коррективы в режим дня. Андрей Кочкин советует не забывать о прогулках и физической активности. Спорт, конечно же, помогает. Только не нужно сразу заниматься спортом больших достижений. Если вы боретесь с депрессией или с таким состоянием, главное отвлечься, правильно, и поддержать здоровье. Поэтому спорт это в разумных количествах должен быть. Человек начинает грустить, когда в его организме недостаточно гормонов удовольствия, дофамина и серотонина. А значит, ориентироваться надо на то, что восполнит их нехватку. Вкусная, яркая еда и напитки. Интересная книга. Общение с приятными людьми. Не стоит путать сезонный спад настроения с депрессией. Депрессия – это очень глубокое состояние, когда вы вообще не можете справиться с этим. Ну, буквально вы не можете встать с кровати, вас начинает все раздражать абсолютно и вызывает болезненные какие-то даже ощущения. Тогда вы должны обязательно обратиться к специалисту, к врачу. Это делает врач, не психолог. Да, человек не может переделать природные циклы, но в его силах научиться подстраиваться под них, добавлять в свою жизнь необходимые ему элементы. Облетело пестрые листва? Надеваем яркую и теплую одежду. Не слышно пения птиц? Включаем любимую музыку. Еще один способ отвлечься от негативных эмоций и ненастной погоды за окном – это сходить на выставку картин. Ну, уж если совсем не получается вырваться, можно посетить музей онлайн. С симптомами осенней хандры и способами борьбы с ней разбирались Елена Грязкова и Константин Островский. Ордена Красной Звезды и Красного Знамени Владимира Ильича Ленина. Медали за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией. Теперь награды участника Великой Отечественной войны полковника Александра Михайловича Чугунова украсят стенды музея ОВД. Их принесла сюда невестка Диана Чугунова. Женщина уверена, ордена и награды – часть истории страны. И прятать их дома в шкафу нельзя. В музее этим наградам и этим, я считаю, что это ценные вещи, которые вот свекор прошел во время войны, и они будут тут сохранены и иметь, как говорится, достойный доход. И людям, которые, может быть, что-то из этого и возьмут себе на вооружение. Чугуновы – династия в погонах. Сын Александра Михайловича Виктор Александрович оставил свой след в истории советской авиации. А внук Александр Викторович служил в Саровской полиции. Был начальником отдела оперативно-технических мероприятий. Его медали – 70 лет Вооруженных сил СССР, 200 лет МВД России. Тоже можно увидеть на стендах музея. Мы связали такую связь дед и внук и передали, вот еще раз, огромное спасибо Диане Леонидовне Чугуновой. Это мама Александра Викторовича, которая передала семейные реликвии сюда к нам в музей. Посмотреть экспозицию в Музее управления внутренних дел может любой желающий. Достаточно просто – позвонить по телефону 605-81 и записаться на экскурсию. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Это просто лошади и человек, смотрящий на дальний лесок. Тонкая ветка над ним, дымок папироски. Уйдет он, качнется пейзаж, как лодка. Вниз, вверх и встанет на место. Ветка, лесок, снег, следы ног. Стихотворение фотографии из книги «Дом с птицами» Мария Затонская написала в начале года. С сентября она отправила его в авторской подборке на пятый литературный конкурс «Русский Гоффман». Жюри высоко оценила самобытность и ритмику стихов Марии. Саровчанка стала лауреатом третьей степени в номинации «Поэзия». Направление абсолютно абстрактное, что туда все, что угодно могло подойти. Поэтому стихи я свои посылала, но они у меня обычно в какой-то философско-лирической направленности. Поэтому они, собственно, подходят по эту тему. Неделю участники из 22 стран мира читали свои произведения в библиотеках Калининграда. Посещали мастер-классы и творческие встречи с известными писателями, поэтами, журналистами и литературоведами. Гуляли по городу. Кроме стихов Мария пишет прозу. И на фестивале она узнала много полезного о работе с художественным текстом. Обсуждали участников очень жестко, критично, построчно. Представляете, разбирать рассказ построчно. Самое актуальное, что запомнилось, у большинства прозаиков такой недостаток – это притяжательные местоимения. Очень много было моментов, которые повторяются у многих участников, которые несложно исключить и можно и самой применять. И в поэзии это тоже работает. Мария всегда находится в творческом поиске. За последний год стихи автора стали динамичнее. Появилось больше ритмических произведений, чем свободных. Саровчанка с нетерпением ждет весны, чтобы поехать на форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, где снова будет возможность получить оценку своей работы и новый опыт. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Каникулярный день художественной галереи начинается в 10 утра. В это время сотрудники проводят для детей экскурсии по выставкам и познавательные занятия. Они посвящены изобразительному искусству, разным техническим материалам, разным инструментам художников. Мы знакомимся и с натюрмортом, мы знакомимся с волшебным карандашом, которым можно работать разнообразно, интересно, в разных техниках. Все занятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На киносеанс пустят 44 человека. На экскурсиях и мастер-классах могут присутствовать не больше пяти детей. На творческих мастер-классах ребята будут делать тематические сувениры. Это и осенние котики, и осенний головной убор, и дары осени. Тоже очень разные техники. То есть мы с детьми занимаемся и бумагопластикой, и пластилинографией. Они клеют и вырезают. Знакомиться с программой каникул можно на официальных страницах художественной галереи ВКонтакте и Фейсбук. У каждого мероприятия свой возрастной ценз. Записаться на занятия можно по телефону 702-87 и 664-09. Елена Грязкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Яркие краски, новые впечатления и полная творческая свобода. Для тех ребят, которые во время осенних каникул не знают, чем себя занять, соскучились по живому общению, которые не готовы заменять виртуальным, в младежном центре подготовили два осенних лагеря. Бомбические каникулы и будь здоров. Сразу оговоримся. Каждый из них пройдет в режиме онлайн. По-другому сейчас просто не получится. А вот сделать эти встречи по-настоящему интересными и увлекательными. Стереть границы и помочь ребятам даже на расстоянии почувствовать себя частью одной дружной компании вполне. Тем более и опыт есть. Боевое крещение онлайн-каникулами педагоги молодежного центра прошли еще летом. Тогда, в самый разгар пандемии, всего за три дня им удалось придумать, как даже в условиях самоизоляции подарить детям по-настоящему летние эмоции. Получится и сейчас. Наш отряд называется «Осенний бум». Эта смена будет проходить с 26 октября по 30 октября. Начало наших встреч запланировано на 10 часов утра. И продлятся занятия 3 часа до 13.00. Ребята будут выполнять творческие задания, попробуют свои силы в акциях и челленджах, прокачают творческие способности и смекалку. Любителям поломать голову предложат решить несколько ассоциативных задач, правильного года в слово, зашифрованное в нескольких картинках. У меня, к слову, даже с подсказками удалось решить только три. Так что скучать не придется. Как и тем ребятам, которые станут частью другого лагеря. Будь здоров! У них будут и занятия, например, направлено на правильное питание, там, правильный режим дня, то есть вот там какие-то будут различные зарядки там с утра проводиться, то есть как в обычном лагере. Но в то же время у нас будут различные беседы и тренинговые занятия по профилактике употребления наркотических веществ, все, что связано с средствами привычками. Чтобы присоединиться в лагерь «Осенний бум», нужно обратиться по телефону 99-108, а чтобы записаться в отряд «Будь здоров» по телефону 99-112. Более подробную информацию об осенних онлайн-каникулах можно посмотреть на официальной странице молодежного центра ВКонтакте. Количество мест ограничено, и большинство из них уже заняты, так что тянуть не стоит. В лагере «Осенний бум» ждут ребят от 12 лет. Для лагеря «Будь здоров» действует возрастное ограничение 14+. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.